Да вы сейчас высылаетесь, мы сейчас... Собственники квартир явно недовольны. Так во дворе дома Гарна-Алтайская, 8, проходит собрание жильцов. Вопросы, проводить ли диагностику внешнего газового оборудования и за чей счет. Представители управляющей компании «Фаворит» уверены, что проводить необходимо. Я понимаю, вот по закону покажите мне. Закон говорит, проводить диагностику газового оборудования необходимо раз в 30 лет. Это постановление правительства федерации номер 410 от 2013 года. В оплату содержания жилья услуга по диагностике не входит. Поэтому «Фаворит» предлагает собрать деньги с жильцов Внепланово. Давайте раз в две недели предлагаю Внепланово по 46 тысяч платить. Кто за? Все, наверное. Только будет ООО, которое моей сестре принадлежит. Собственно, голосуем. Кому принадлежит компания, проводящая диагностику, важно. И на собрании это обсуждалось. В том же 410-м постановлении сказано, что такую услугу не может предоставить компания, которая является поставщиком газа или как-то с ним связана. Исходя из этого, сразу говорю, что «Газпром», многие заблуждаются, что он делает диагностику. Он не делает диагностику. Он обслуживает именно внутридомовые сети, которые в дом зашли. Это собрание жильцов – лишь одно из немногих. Если в вашем многоквартирном доме есть газ, то, скорее всего, управляющие компании уже идут и к вам. Обязанности по проведению диагностики управляющей компании возникают. Ну, естественно, за счет средств собственного помещения дома, поскольку они обеспечат финансирование только технического обслуживания. Еще раз повторяю, что диагностика – это совершенно иное, это совсем другой вид работ. И проводят эти работы не газоснабжающая организация, а специализированная организация, которая имеет лицензию гостехнодзора. В фаворите говорят, что отказ от проведения диагностики – это штраф для управляющей компании. Если никакие работы в этом направлении не осуществляются, то управляющая компания рискует быть привлечена к административной ответственности. И штраф там очень серьезный. За уклонение от проведения диагностического обследования внутридомового газового оборудования, там на юридических лиц налагается ответственность. Штраф в размере от 40 до 100 тысяч рублей. При этом в Минстрой нам сказали, что проведение такой диагностики пока носит лишь рекомендательный характер. Никаких сроков и тем более предпочтений, какому подрядчику отдать деньги, в законе нет. Жильцы имеют право сами выбирать. Андрей Дреер, Алексей Фризин, Александр Антропов. День с толком. Продолжение следует...